Маугли Уже довольно давно имя Маугли стало нарицательным, термином для определения людей, выросших без прикасания к нашей цивилизации и чуждых ей. Людей совершенно другой культуры и восприятия. Формально два сегодняшних фильма «Каждый за себя, а бог против всех» 1974 года и «Будучи там» 1979 года не связывает ничего, кроме этой темы, сидящей глубоко внутри, на фундаментальном уровне. И оба этих фильма показывают практически четко противоположные авторские комментарии на исследуемую тематику. «Каждый за себя, а бог против всех» поставил адепт внеформатного кино Вернер Херцог. Здесь он взял реальную историю, произошедшую в начале 19 века. Но так как эта история имеет полулегендарную сущность, режиссер, как и часто в других своих работах, от реальности берет только фабулу и выстраивает сюжет в том ключе, который интересен самому автору. Некто удерживает в заперти в подвале человека по имени Каспар Хаузер, причем удерживает в течение почти 20 лет, с самого его рождения. Единственное, что видел Каспар, это стены своей тюрьмы, хлеб, кружку с водой и игрушечную лошадку. Никто не пытался его вырастить, воспитать или чему-то научить. Бедняга не умеет даже ходить. Однажды безымянный тюремщик выносит узника на руках и оставляет его посреди такого же безымянного города с письмом в руке. Власти находят протагониста, а затем, в замешательстве, приходят к решению попытаться интегрировать его в общество и их нормальный мир. И если вы подумали, что фильм будет парафразом истории о Маугли или Тарзане, то вы ошиблись. Херцога интересует не то, как чуждое сознание будет адаптироваться к жизни в другой среде, а сама идея столкновения двух кардинально разных культур и восприятий мира. Режиссер постоянно сталкивает лбами детскую простоту Каспора и настоящую жажду сложностей окружающих. Развитая цивилизация, назовем так эту сторону конфликта, желает не только научить героя важным жизненным знаниям и навыкам, но и сделать из него ровно такого же члена общества, как и остальные, без возможности быть кем-то отличным, заключить уже в другую тюрьму. И, по сути, фильм становится не про сюжет как таковой или путь героя, который он проходит. Эссенцией картины становится сам центральный конфликт. Это очень созерцательное кино, в котором происходит непрерывный диалог автора со зрителем и его сознанием. Каждая фраза протагониста, каждое визуальное сравнение, каждый совершающийся выбор окружающих, создающий новое испытание для Каспора – все это способы режиссера поставить определенные вопросы из сферы гуманизма, этики и морали. И Херцог не спешит давать на них ответы или заниматься нравоучительством. Для него гораздо важнее, чтобы сам вопрос проник в мозг зрителя. Еще и поэтому кино не дает ответы на возникаемые сюжетные загадки. Кто держал в заперти главного героя? Кем же является главный герой на самом деле? Почему профессор Даумер взялся за опеку протагониста, и как ему удалось за пару лет научить его столь многому? Фишка в том, что все это совсем не важно. Херцог посылает нахер всех, кто любит кричать «Будьте любезны, объясните-ка мне!» Ну вы знаете таких. Вообще, я обожаю фразу, которую описал этот фильм кинокритик Эберт. Это лиричный фильм о самом нелиричном человеке. В нем чувствуется медленная, печальная поэзия, трагедия без начала, но с концом. Это тот эффект, когда на экране не происходит ничего, но и происходит все. С этим связан сам язык этой работы режиссера. Зачем делать кино про максимально отчужденного от привычных нам вещей, таким же привычным, обычным? Поэтому и атмосфера, и подача, скажем так, специфичны. И по этой же причине работа с персонажами здесь такая, какая есть. Херцогу неинтересны второстепенные лица. Их он едва показывает, не говоря уж о том, чтобы раскрывать. Ему интересен главный герой, и исполняющий его некто Бруно С. Человек с не менее мутной судьбой, чем Каспар. Точно мы знаем одно. Большую часть своего детства актер провел в лечебнице для душевнобольных, где с ним обходились немногим лучше, чем с Каспаром. И что логичным образом сказалось на дальнейшей жизни. И в этой схожести со своим персонажем лежит одна из самых удивительных вещей, что может подарить каждый за себя. Ты перестаешь смотреть за игрой актера, и начинаешь задумываться и гадать, а что из этого, собственно, игра, а где Бруно уже не играет, а живет собой. Если бы эту роль также играл кто-нибудь другой, обычный актер, то это был бы великолепный перформанс, и все было бы просто. Но в данном случае все гораздо сложнее. И точно так же, как и с фильмом в целом, мы никогда не знаем, где грань между правдой и вымыслом. Если вы видели работы Херцога, то знаете, что он уделяет много внимания месту, где происходят события, и природе в частности. Режиссер обожает ошеломлять красотой натуры, и эта его черта не исчезла и в данной картине. Она очень красива. За исключением пары моментов, когда есть вопросы к освещению, или отсутствию акцентов в планах камеры, визуал фильма отличен. Это и сам внешний вид картинки, и то, как воссоздали старину. Режиссер широко известен своей... Упертостью, когда дело доходит до реалистичности отображения. В том числе и когда дело доходит до сновидческой стороны картины. Здесь он берет свои же документальные кадры из путешествий по миру, и оформляет их в полусюрреалистичные, работающие на ассоциациях действия. За кажущейся общей простотой визуальной стороны фильма стоит небанальная продуманность, тесно связанная с диалогом режиссера со зрителем. И если вы не готовы к этому диалогу, к подаче фильма, то, думаю, не стоит браться за него. Вы, конечно, получите неплохо исполненную и очень простую историю наподобие Человека-слона, но будете лишены главного блюда, преподносимого Херцогом. Момента, когда эта история заползает в ваш разум и начинает жить своей жизнью, рождая свои собственные ответы на поднимаемые вопросы. Каждый за себя, а бог против всех, несмотря на прямолинейность, показывает тонкость, с помощью которой можно рассказывать в каком-то смысле даже абсурдные сюжеты. Так же, как и его главный герой, кино не пытается казаться или становиться чем-то, что можно назвать словом «стандартный». «Будучи там», во многом становится противоположностью фильма «Херцога». Основываясь на похожей фабуле, картина умудряется пойти кардинально в другую сторону, как по центральным тематикам, так и даже по жанру. Ченс с самого рождения жил и работал садовником в доме своего хозяина. Причем ни хозяин, ни другие его слуги не удосужились заняться воспитанием протагониста. Он не умеет ни читать, ни писать, а его уровень развития остановился в районе шести лет. Единственное, в чем он хорош, это уход за садом. Но вот старик-хозяин умирает, и агенты по недвижимости вынуждены выставить Ченса за дверь, где ему предстоит самому познавать мир, который до этого он видел только по телевизору. А нелепая случайность приводит его в общество высокопоставленных людей, где все принимают его не за того, кто он есть на самом деле. И в таких декорациях и обстоятельствах сценарист Ежи Косинский и режиссер Хэл Эшби создают ироническую комедию, основанную на том, что окружающие неправильно интерпретируют все, что говорит прямолинейный и простодушный главный герой. Главное топливо как юмора, так и всего сюжета в целом – непонимание двух сильно разных восприятий. Там, где от взрослого, солидно выглядящего человека ожидают соответствующую реакцию, тот выдает, лепит ребенка с любовью к садоводству в своем центре. И так как серьезные люди не могут поверить в простоту и наивность, они начинают видеть то, чего нет, что приводит к куче комичных ситуаций. Будучи там – очень смешной фильм. Он содержит такой тип юмора, который я обожаю всем сердцем. Здесь нет ни единой шутки в лоб, а вся забавность держится на иронии происходящего или контрастах. Один из начальных и самых ярких примеров – момент, когда Ченс впервые выходит из дома в большой мир. И первое же, что он и мы видим в этом мире – это грязная свалка и бездомные. И все это под ремикс Заратустры Штрауса. От такого контраста ожидания и реальности хочется натурально заржать, и это далеко не единственный подобный момент. Однако, фильм не только смеется над сложившейся ситуацией, определенным общественным классом и его невежеством, но и довольно прямо говорит вполне очевидные вещи на тему гуманизма. Искренний и прямой протагонист со своими рассказами про то, как правильно нужно ухаживать за садом, становится самым мудрым действующим лицом среди всей этой американской элиты, которые одновременно и понимают, и не понимают смысл этих рассказов. Несмотря на то, что кино пропитано социальной тревогой и нестабильностью на фоне, оно все равно имеет оптимистичный настрой и жизнеутверждающую риторику. Несмотря на то, что оно открыто выставляет власть имущих закомплексованными дураками, оно все равно не отбрасывает надежду на исправление и лучший исход. Главным таким лучом надежды становится, очевидно, Ченс, и исполняющий его Питер Селлерс. Для Титана комедии это была предпоследняя роль, и он отыграл ее просто шикарно. Подобный образ очень тяжело показать без каких-то перегибов в ту или иную сторону, и актеру удается успешно балансировать на этой тоненькой дощечке. Поведение Ченса неизменно нелепо, отчего постоянно задаешься вопросом, «Да как у тебя получается выходить из всех этих ситуаций?» Но это абсолютно не мешает симпатизированию герою. Селлерс воплотил странного, но обаятельного персонажа. Впрочем, как и всегда. На подхвате у него Мелвин Даглас, Ширли Маклейн и Джек Уорден. Персонажи каждого олицетворяют разные типы ответа окружающего мира на аномалию в виде садовника. Кто-то замечает в нем искренность и доброту, а кто-то остается поглощен непониманием и выходящим отсюда страхом. По сути, с помощью второстепенных персонажей, авторы поднимают также и тему аутсайдерства, как социального, так и личностного, а в конце концов приходят и к идее разрушения классовых ограничений. А кто сказал, что комедия должна только веселить? Как раз она, через использование юмора и его приемов, способна обнажать болячки общества и предлагать решения к исцелению. Кассинский и Эшби свое решение высказывают, причем прямолинейно, как раз в духе главного героя. Подобной прямолинейностью может похвастаться и техническая сторона фильма. Визуал выполнен просто, но на достаточном и вполне приятном для глаз уровне. Хорошая работа с декорациями и локациями, старательная работа оператора, нередки необычные фишки в монтаже, которые периодически в одиночку подбрасывают шитовские нотки. Заметен также и ручной подход к подбору музыки. Здесь есть не только хорошо вписывающийся в происходящее оригинальное авторство Джонни Мэндала, но и сторонние композиции, подчеркивающие дух конца 70-х и обеспечивающие особый контраст. В частности, рождающийся хип-хоп. Остроумность этой картины сложно переоценить. Будучи там, умело маскируется под необычное приключение с хорошим упором на комедию. Но на деле оказывается почти трагикомедией, со значительным социально-политическим подтекстом и общечеловеческой моралью, которую, впрочем, не тыкают тебе в лицо. Ее отчетливо проговаривают, но не делают из этого большого дела. В конце концов, авторы ставят для себя главной задачей рассказать классную историю. И вот как раз это у них полностью получается. Хорошая идея, хорошее исполнение. А нужно ли больше? Субтитры создавал DimaTorzok